Ну и вот в данном случае мы произвели закрепление вот этой детали. Вы же поняли, что варить, ну мне кажется, что здесь снизу вверх было удобно, значит для того, чтобы было удобно. Теперь видим, что сварку мы произвели только в верхних частях. Если взять даже просто вот в руках, видно, что сама запчасть немного гуляет и здесь в торце, из-за того, что в этом торце нет полноценной склейки. Значит нам нужно склеечку сюда добавить для того, чтобы не происходила вот эта вещь, потому что это слабый момент в процессе сварки, варки любых стеллажей и всего остального, когда вот этот момент гуляет, а есть моменты разные. И особенно если мы варим бочки для грибов и все остальное, когда оно расширяется и сужается, расширяется и сужается, или ставим вес и сымаем, ставим вес и сымаем, здесь произойдет разлом. В плане склада можно себе представить, если в следующий раз мне придется еще раз делать здесь сварку, мне придется пол вот этого зала вынести, потом приварить, дать две сопли для того, чтобы обратно вот это занести. Это займет огромное количество времени, поэтому есть необходимость, то есть, я думаю, нет уже необходимости, уже изложили уже все, что можно было изложить, нет необходимости сейчас уже показывать сварку или есть. А там что-то получалось через стекло? А что-то трошки много, но... Ну давайте, мы, смотрите, что мы сейчас делаем. Давайте мы вот из вот этого электрода, который немного потолще, мы подключимся на электрод, который немного потоньше. Надо не забыть в этом процессе чуть-чуть сбавить напряжение, не забыть одеть шапку. И сейчас попробуем уже... У оператора уже появился опыт съемки сварочных работ. И может быть, сейчас у нас получится красивая картинка, как мы сейчас вот залепим, ну вот этот момент, который сейчас надо залепить. Вот так. Не помню, мучро. Вот, сделали все отлично Сбрасываем электрод Сейчас, секундочку Взбиваем окал И последнее Последнее, что Ну, наконец-то Вот, вышли на идеал Отлично Вот, елочка Смотри Раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз Когда ты варишь, то есть такая точка, которую надо просто уловить, и ее нельзя объяснить. Это уже просто приходит с опитом. Вот ты вот варишь, и эта вот капелька, и ты вот точно знаешь, на кончик надо поставить, и она вот, и надо чуть вверх, чуть вниз, чуть вверх, чуть вниз, чуть вверх, чуть вниз, и получается вот такая вот елочка. Ну, это отлично, да. Ну, у нас тут не механизм, не машина, не паровоз, не это самое, это обыкновенный стеллаж, она и так отсюда никуда не денется, это полка. Ну, видео получилось, мне кажется, забойное, соседу понравилось, мы ему сольем куда-то на какой-то ресурс, пусть грузит себе на канал, таким образом получается коллаборация канала. Потому что, как вы сами понимаете, сколько времени нужно было потратить, чтобы все-таки сделать какую-то полезную вещь. А кроме всего этого, надо было сварить стеллаж, потому что этот стеллаж варится от осени. Это уже просто... Знаешь, что я говорю в цей стеллаж? Ну, уже просто вот эти вот уголки, которые я нарезал, они уже просто меня достали, потому что он уголок, понимаешь? Ты ходишь и постоянно эта хострая штука отмешает. Последнее. Понятно, нам надо будет это все позачищать, пошлифовать и все остальное. И мне же надо в гибарню провести электрику. Если сосед согласится, мы же вам сегодня расскажем про электрику. Но сосед не соглашается. Значит, сегодня без электрики. Электрика будет в следующий раз. Нету времени. Все, пацаны, ставьте пальцы вверх, оставьте лайки, и все будет окей у вас.